И всем привет, ребят, с вами Старвайка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами начинаем обзор ралли-танкаровых устройств. Начинаем мы, конечно же, все это дело с самого жесткого и самого интересного устройства, по мнению многих. Это устройство, которое у нас будет разыгрываться в рамках финального этапа и сумеет забрать лишь только одна фракция его, это штурмовая кассета. Наконец-таки мы получили уже на свои специальные аккаунты эти замечательные устройства, и я честно ожидаю от этого устройства очень многого, очень многого. Поэтому обязательно поддержите данный видос лайк, за оперативность, за скорость, за контентичек. Ну и давайте соточку лайков грузанем, вот как только соточка будет, если быструю сотку наберем, сразу же моментально, в этот же день, записываю следующее устройство из ралли-танкара. То есть первое устройство у нас будет штурмовая кассета, второе сразу крупнокалиберную картечь на молот отыстанем, ну и третий будет вулканчик. Поэтому соточку набираем и сразу же моментально спешу записывать для вас интересный контентик, потому что многим интересно, еще устройств этих нету. И то, как они себя проявят, очень важно, наверное, для многих узнать, как все это дело работает. Берем хопера молота, берем имуночку от подавления, берем, я даже думаю, может быть не кризис, а ловкача. Ну ладно, пусть будет пока что кризис, если что переоденемся. Так, и молота с штурмовой кассетой как раз таки я тоже одел. Все, полностью моя комбинация готова. Штурмовая кассета это, по идее, должен быть молот на триплет, поэтому пикаем в матчмейкинг. И будем смотреть, что же будет делать это замечательное устройство в рамках нашего замечательного матчмейкинга. Я еще не катал на этом устройстве, поэтому для меня это будут абсолютно новые эмоции. Так же, как и для вас, так же, как и для вас, закидывает меня на песок шикарнейшая карта. Так, сразу лечу. Так, ну и даем выстрел. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Но это триплет, да, это триплет на молот. Это моментальный триплет на молот. Офигеть. У него еще и перезарядка, смотрите, какая. Какая у него перезарядка быстрая. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что это за грязь? Что это за грязь? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это очень жестко. Это моментальный респ тяжелого танка. Моментальный респ тяжелого танка. И с такой еще быстрой перезарядкой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Господа мои хорошие, это новое имбовое устройство на молот. Что я вам могу сказать? Это новое очень сильное устройство на молот. Но работает оно только лишь в упоре. Только лишь в упоре. То есть ваша задача максимально приближаться и сближаться с противником. То есть это, грубо говоря, блондерчик на хоппере, да, с реализацией. Только единственное, что у него как три выстрела здесь летит. Но они так быстро летят, что я даже, если честно, и не понимаю, что это три выстрела. Да? Еще есть такой быстрой перезарядкой. Офигеть. Жестко. Очень жестко. Очень жестко. Очень жестко. Так, попробуем двоих. Двоих сразу не получилось. Боже, ну перезарядка прям мега быстрая. Прям мега быстрая перезарядка. Так, надо объезжать в противника. Так, попробуем сейчас оформить возвратик. Возвратулечку. Ай, миночку скушал. 10 киллов у нас есть, но это явно не про киллы устройства. Это явно не про киллы устройства. Это как раз таки устройство про накидку урона. Про накидку... Боже, это просто нереально быстрая торпеда. Это просто нереально быстрая торпеда. Офигеть. Это как читы какие-то. Просто читы на молот. Я еще удивлен, почему до сих пор не написал никто про это устройство. Ничего. В рамках этого боя. Я думал, что уже должны были ребяточки что-то здесь написать. Так, противник будет пытаться въезжать в доставку. Урон, урон, урон. Хорошо. Есть контактик. Ой-ой-ой, плохо. Плохо, плохо, плохо. Нету контактика. Офигеть, как я плохо прыгнул. Как я плохо прыгнул, не дотянулся до противника. И поэтому, ну блин, сейчас эмоции немножечко вверх берут. Немножечко эмоции берут вверх. Это такое молото. С такой быстрой перезарядкой. Это, конечно, прям что-то безумное. Для меня это очень неожиданно. Прям мега неожиданно. Я плюс-минус представлял себе, что может быть такое что-то, да? Что плюс-минус так она будет стрелять. Это молотина. Ну блин, ну такая скорость, это просто жесть. Это просто жесть. Это прям очень-очень быстрая перезарядка. Прям даже, я бы сказал, перебор по быстроте. Но в любом случае, в любом случае, оно не имба. Да, то есть она не супер имба. Это не дисбаланс. Да, потому что вы его не можете реализовать на большом расстоянии. Для того, чтобы реализовать, надо ехать в упор. Да, если вам надо ехать в упор, то это уже немножечко другое. Так, ну я хочу протестировать вот такую темку. Мне сейчас очень интересно стало, насколько вот эта вот эффективная вещь работает. Как будто по ощущениям, вот эта вот мета будет сейчас жесткая. Пробуем, смотрим. Посмотрим на цифры, на урон. Мне очень интересно посмотреть, что будет под диктатором овердрайвом. С этими критами. Это реально та тема, которая я думаю? Или это не то, что я думаю? Сейчас проверим. А, нет, здесь криты по 300. А, ничего себе. А, ну тогда ладно. Тогда ладно. Тогда ладно. Ладно, сейчас еще раз попробуем. Либо это был танк под ДАшкой. Либо здесь не сильные криты. Но может быть и сильные. Сейчас проверим. Сейчас проверим на криты это устройство. Не, по 300, короче, криты. Против броника вообще нет смысла использовать. Да, и если у нас броника нету у противника, то возможно это устройство и будет себя неплохо показывать. Сейчас попробуем еще кому-то покидать здесь урон. Но в этом плане лучше, конечно, использовать не Кризиса, да, по 900. А лучше использовать Гипериона для того, чтобы у нас была полная расходка. Этот, я уже так понял, что молот лучше сочетается как раз таки с Гиперионом, а не с Кризисом. Так, ну вот теперь попробуем сейчас. Сейчас попробуем чуть покидать урончика. Да, вот она, совсем другая тема. Совсем другая тема. Вот она, та реализация, которая может быть с этим диктатором. Вот, главное просто использовать нужные дроны. Но с расстоянием вообще нет. Нет урона у этого устройства. Урон чисто на упоре, на триплете. Ваншот может давать. Может просто ваншот оппонента давать. Устройство может давать ваншот. Я уже чуть тут начал в ядерную войну играть. Это больше для того, чтобы как раз таки протестить устройство, посмотреть как это все дело работает. В целом, первые эмоции вообще безумные. Первые эмоции прям были вообще безумные. Когда я увидел вот этот триплет. Но урон сбалансирован. Что самое главное. Урон сбалансирован. И получается так, что нету как такового дисбаланса. Единственное, только вот хочу еще посмотреть, как это будет действовать и работать на викинге. Насколько там будет быстро лететь выстрелы и на каком расстоянии они будут лететь. Скорее всего, это будет супер маленькая дистанция и небольшой урон. Но будет очень-очень большая скорострельность. Сейчас проверим, посмотрим. Я рад. Я рад, что оно не дисбалансное. И оно будет точно вкусно работать с хопером. Да, только единственное, наверное, лучше использовать не кризиса, а использовать как раз таки какого-нибудь гипериона. Либо вообще использовать... А, нет, у него нет такой скорострельности большой. Думал, что тут будет очень большая скорострельность. Будет очень большая скорострельность. Так, ну ладно. Тогда получается, это устройство не делает такую нам нереальную скорость на овердрайве. Да, получается у него просто дефолтные выстрелы. С неплохим даже расстоянием под овердрайвом. Криты по 4000 под оверкой викинга. Ну и в целом, наверное, выглядит прикольно. Работает исключительно на маленькой дистанции. С большой дистанции вы с этим устройством ничего не сделаете. Ну и я думаю, что вот как раз таки под хопера, под ловкача какого-нибудь, это устройство можно реализовывать. Да, оно даже больше, наверное, фановое. По нагибу, ну я бы не сказал, что оно жесткое. Я бы не сказал, что оно жесткое. Да, оно может ваншотнуть тяжелый танк, если вы подъедете в упор к оппоненту. И у него не будет резиста. Но это работает лишь на маленькой дистанции. Да, то есть здесь не будет работы на средней и на большой дистанции. Ваша задача всегда ехать в упор к противнику. А в упоре на сегодняшний день есть одна пушка, которая называется Жига, которая на упоре наносит тоже очень и очень большое количество урона. И что-то мне подсказывает, что Жига будет наносить все равно больше урона, чем этот молот на ближней дистанции. Но все, конечно, еще будет зависеть от резистов. Какие будут резисты использовать противники, какие резисты будете использовать вы. Но на дистанции, я думаю, что Жига все равно будет актуальнее. Быть может, этому устройству добавят еще немножко урона. А быть может, просто оно будет в такой вот интересной... Ну, наверное, выше среднего. Да, выше средней меты. Вот такое выше средней меты будет показывать устройство. То есть то, как оно само работает по себе, оно выглядит очень круто. Да, динамично, эффектно, круто. Но с точки зрения нагиба, наверное, это никакой не дисбаланс. И это очень хорошо. Да, потому что если бы это было бы супер-мега-имбовое устройство, то это было бы, наверное, немножечко несправедливо. Ну, а так, просто еще одно интересное устройство с как раз-таки интересной реализацией. То есть если вы хотите эффективно использовать это устройство, вам надо ехать на ближнюю дистанцию к противнику. И стараться играть от упора. Не каждый сможет его грамотно реализовать. Этим, наверное, и хороши такие устройства. Что-то по механике напоминает мне Блондербаса. Только у Блондербаса один выстрел, а здесь получается три быстрых выстрела. Еще и с быстрой перезарядочкой. Как-то так, как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Я думаю, что вторую каточку полную нам играть уже и не стоит. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Как я уже сказал, соточку набираем. Сразу же записываю следующий обзор. Следующий обзор у нас будет второе устройство на молот. С ралли Танкара, которое называется крупнокалиберная картечь. Ну и, конечно же, конечно же, конечно же. Обязательно. Не забывайте про то, что у нас прямо сейчас проходит розыгрыш. На 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танконов по моему личному тегу. Вот здесь вот Тимпэшечку устанавливаем. Дальше оформляем покупочку в магазине, спускаемся в описание и заполняем форму. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok